Я желаю всем счастье 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 Я желаю вам всем найти себя в жизни Желаю всем любви, знания, всего самого лучшего Я очень благодарен вам за то, что вы пришли на эту беседу Так долго меня слушали Спасибо вам всем большое Всего вам доброго До свидания Подходите Духовная практика Для вас означает быть женщиной Так же В ней То есть вы должны стремиться к любви К отношениям Понимаете Не надо, чтобы сердце стало каменным У вас духовный практик Это не ваша духовная практика Женщина должна отношения нежности строить с Богом А не отношения строгости Понимаете Я понимаю, что эскеза Это больше не усилие над собой Ну В чем-то должна быть усилие над собой Нет Это смотрите как Это не усилие над собой Вот у меня жена Мне рассказывала Как она может вставать по утрам Знаете, как она встает Она себе повторяет какую-то песню Которая ей нравится Или повторяет мысленно танец Который она танцует Или она вяжет мысленно И сразу она встает И все И ей хорошо становится Женщина мотивируется женским Она говорит Встать Раз, два, три, четыре Это не женская мотивация Понимаете Вы женщина Попытайтесь это понять Вас внутри это вам нравится Это принесет вам счастье Вы себя зажали Загнали в угол Мучаете себя Это не духовная жизнь Духовная жизнь должна быть свободной И мужчине и женщине Мужчине легче рано вставать Бежать там куда-то Это его природа А женщине легче вставать счастливо А не рано Рано тоже надо вставать Но счастливо То есть если тяжело встает На сантра то можно Ну чуть-чуть поспала И уже себя мотивировала Потом встать по-другому Чья? Надо рано вставать Но не через силу и боль А через правильное настроение Для вас Мужчину заставлять надо все Спасибо вам, Владимир Геннадь Спасибо вам А чья? Как вас зовут? Как вы справитесь с этим фанатизмом? С ним не надо справляться Это тоже фанатизм Человек контролирует знание А не сила Знание контролирует вас Переймите знание Когда знание переймь то Оно контролирует вас Но он знание ведет по жизни А не сила Я утром встаю Я чувствую Что у меня есть связь Со своим наставником Я сажусь Не потому что Мне надо себя заставить А потому что Я его люблю Я хочу с ним общаться Понимаете? Поэтому я сажусь Перед ним молиться Это любого человека Мотивирует не сила Заставлять себя можно Какое-то время Но человек должен Мотивироваться не силой Он должен мотивироваться Вкусом Который идет изнутри Из сердца У вас женский вкус Женской природы Вы не сможете себя Мотивировать по-мужски Понимаете? Так Как у вас тут дует Как вы только сидите? Да Простите Меня окружает 600 человек Которые дарят мне тепло Разве Разве это может? С спины С спины ничего не остается Там все заполнено Все нормально А книжку можно подписать? Угу 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 Мама не умерла Мы покинули Угу 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 Сейчас получается Когда я говорила Мама Давай Если мы уже с этими квартирами разобрались Давай Так Квартира конечно Пусть она будет Ну Моей Ну Не обидно Я говорю Придет брат Придет сестра Она говорит Ладно хорошо Она посадила Своей сестру И так говорит Твои дети тебя выгонят Из квартиры Когда Давайте конкретно И быстро Потому что смотрите Много людей Не надо тогда говорить Если вы не подождете ответ Нет Пришел брат И говорит Дай мне маме Знаете Как-то бы хотелось Чтобы Голубчик Вами движет сейчас Если удастся Бида И чувство Что вас обобрали Это Это А это Бред Тоже так говорить Понимаете Вот смотрите Вы сильно привязаны К квартире Эта привязанность Она делает Две вещи Первое Я хочу Что все было мое И к маме подхожу Второе Я все отдаю И то и другое Означает Неправильно Выбранная цель жизни Потому что Когда человек выбирает Правильную цель жизни У него психика успокаивается Он становится трезвым И говорит брату У тебя есть своя доля У меня будет своя Все А если брат взял больше Мы с ним судимся Значит Тоже нормально Не надо мне рассказывать Что вы ему говорите Потому что Вами движет не та цель И вы не сможете Ничего сделать как надо Надо поменять цель В своей жизни И тогда все станет на места И станет все нормально Я можно спрашиваю Кому подписывать Как зовут Мы сейчас с мужем сидели И он говорит Что у меня жесткое сердце А вы на нас не посмотрели Я его поднимала Чтобы разрешить наш спор У кого жесткое сердце У меня он сказал Ну нормально Все мы обвиняем друг друга Это первая стадия развития Что у меня не жесткое сердце Он так ждет Знаете что надо ему сказать Что сердце у вас доброе Это я так вижу Если он будет заниматься Своими делами в жизни Он это тоже увидит И он когда с вами знакомился Тоже видел Вот напомните ему Скажите когда Олег Геннадьевич сказал Что когда ты со мной познакомился Ты почувствовал мою доброту внутри И когда ты будешь со мной Правильное отношение Вот так не надо говорить Потому что это неправильно Вот когда я буду с тобой Правильное отношение строить Надо ему сказать Тогда ты опять почувствуешь Мою доброту Пусть объезжает Это не проблема В ракурсе сегодняшней лекции Тоже спросить Вот мальчику Сыну 12 лет И конечно я его воспитывала Вот как вы говорите И вот сейчас ему 12 лет Он считает себя попом вселенной Послушайте меня внимательно Послушайте меня внимательно Послушайте меня внимательно Не надо ничего дальше говорить Все уже ясно Вам не надо трогать мальчика сейчас Это бесполезно Начните с себя Поставьте себе правильные цели в жизни И вам станет легче Ну видите я Мне то как бы хотелось Чтобы он вырос мужчиной То есть получается Вы меня не слышите Госпожа Вы меня не слышите Вы поймите Она не может отпустить мальчика Смотрите как устроена психика женщины Она испытывает счастье Не от своих действий А от действий того Кого она любит И она наслаждается его жизнью А не своей Ну вы абсолютно правы И при этом она считает Что она богиня То есть она очень чистая Возвышенная И что это счастье Абсолютно бескорыстное Которое она испытывает В этом заключается Женское заблуждение Ваше заблуждение заключается в том Что вы бескорыстное Контролируя его жизнь Вы думаете Что вы бескорыстно ведете А это корысть Просто эта корысть Имеет очень тайную И скрытую природу И эта корысть Вами обладела По той причине Что сын Стал вашей высшей целью жизни И сейчас из-за этого Вы страдаете Я вам говорю Поменяйте свою цель жизни И все у вас наладится Ваш сын Пойдет куда надо И причина Почему он пойдет куда надо Знаете какая банальная Вы оставите его в покое В этом случае Потому что женщина Это благословляющая Неконтролирующая сила Что женщина говорит сыну Говорит Сынок Я буду молиться тебе Живи Как ты хочешь Как ты считаешь нужным Я буду молиться Мне бы хотелось Чтоб вот таким ты был Ну как у тебя получится Это твоя судьба Видите я когда это сказал У вас так Все внутри перевернулось Почему 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 Потому что Вы должны молчать сейчас Потому что Вы пришли за советом А не за утверждением Потому что у вас Неправильно выбрана цель в жизни Вот одна причина Все остальное Все оправдания Я конечно вы хорошая Никто с этим не спорит Вот не надо мне это объяснять Это бессмысленно Я это и так вижу Вы знаете как бы Видимо вот Язык это говорит Разум не отпускает Он мне в результате Говорит ты меня Больше не любишь То есть я ему А вы его не любили никогда Не любите себя Вы любите только себя Только вот себя В отношениях с ним Потому что вы не знаете Что такое любовь к ребенку Когда вы начнете любить Высшую истину Когда вы начнете Со святостью общаться Вы тогда поймете Что такое любовь к матери К сыну Она другую природу совсем имеет Вы его пытаетесь контролировать Но это не любовь Это просто наслаждение Понимаете Вы наслаждаетесь им Это не любовь Любовь на самом деле Это дать возможность Сину жить Мать отпускает сына Она дает ему возможность жить Вы не даете такой возможности Вы его замучили просто Почему Потому что вы неправильно Выбрали цель жизни И тысячу раз Я вам сейчас это буду говорить И тысячу раз Вы опять будете Наставить на своем Потому что вам надо Больше получить знания Мы закончим с вами беседу Сейчас вам надо Дальше слушать лекции Спасибо Кому подписывать номер Только вы слушайте Когда вы спрашиваете Вам надо внимательно слушать Потому что вы спрашиваете А потом начинаете доказывать свое То есть мне не надо ничего доказывать Потому что У меня есть кому доказывать У меня есть старший Который мне может сказать Понимаете Ведическая культура Любая религиозная Духовная культура Означает Что если ты подошел к старшему Ты должен слушать А не говорить Спрашиваете Как вы спрашиваете Как вы спрашиваете Сына Если у них нужно Понимаете Вот смотрите Женщина не должна жить одна Вопрос правильный И хороший Женщина всегда должна жить В обществе В социуме Общество означает Близкие отношения Смотрите Сейчас Среда социальная Какая у нас Деловая То есть Нет близких отношений То есть Вы где-то работаете Приходите домой Не важно Не важно